Не смог представить программу и команду. Голосование по утверждению правительства Игоря Гроссу не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте. Социалисты и депутаты платформы «За Молдову» бойкотировали заседание. Они считают кандидатуру Гроссу неприемлемой. После рассмотрения повестки дня депутаты парламентского большинства покинули зал заседаний. Мы считаем, что со стороны президента не было искреннего интереса найти политическую поддержку этому правительству. Это снова стало театрализованным представлением. Мы не хотим участвовать в этом цирке, в этом низкопробном шоу. Мы продолжим работу на уровне фракции и платформы, когда это представление закончится. Следует отметить, что перед началом заседания ПСРМ и платформа «За Молдову» провели брифинги с интервалом в 10 минут. Они считают, что в действительности кандидат Игорь Гроссу не желает стать премьер-министром и повторяет путь своей предшественницы Натальи Гаврилицы. Мы не намерены участвовать в этой имитации избрания правительства. У ПСРМ и парламентского большинства есть реальный и компетентный кандидат Владимир Головатюк, а не фейковый Майи Санду. Игорь Додон ведет себя, как маленький ребенок, который лишился своих игрушек. Он топает ногами, и его не интересует, что происходит вокруг. В платформе «За Молдову» выдвижение Гроссу в премьеры считают политической игрой, а не стремлением преодолеть кризисную ситуацию. Депутаты поддерживают кандидатуру Владимира Головатюка, предложенную ПСРМ. Чем лучше для страны миноритарное правительство, чем временное. Ничем. Это политическое шарлатанство войдет в историю, как дешевая попытка пиара. Лидер социалистов Игорь Додон призвал парламентские фракции сесть за стол переговоров, чтобы поддержать кандидатуру Головатюка. При зрелом и конструктивном подходе через 2-3 дня мы могли бы утвердить переходное правительство, чтобы вывести страну из кризиса. ПСРМ готова всеми своими ресурсами участвовать в диалоге. Мы готовы вести переговоры о дате досрочных выборов сразу же после того, как ситуация в стране стабилизируется. С другой стороны, Игорь Гроссу считает, что социалисты сами не знают, чего хотят. Он отметил, что у ПСРМ было свое правительство, которое ушло в отставку, а после этого они выступали то за досрочные выборы, то за утверждение нового Кабмина. Я хочу спросить депутатов по СРМ, как можно так относиться к своему электорату, идя вместе с кучкой бандитов, чтобы спасти свою шкуру. Через час после окончания заседания правительства Игорь Гроссу опубликовал на своей странице в Фейсбуке полную речь, с которой собирался выступить. Он намеревался просить вотум доверия, чтобы взять на себя ответственность за управление экономическим и пандемийным кризисом. Это была вторая попытка утвердить новое правительство. Предыдущая кандидат, выдвинутая указом Майи Санду, Наталья Гаврилица, набрала ноль голосов в парламенте. На прошлой неделе Конституционный суд выступил с разъяснением, что в случае, если парламент не одобрит новое правительство, после новых консультаций парламентское большинство может выдвинуть другую кандидатуру на пост премьер-министра. Продолжение следует...